Первый, кто в школе встречает учителей или спешащих на уроки ребят, это вахтер. На этих зачастую хрупких плечах лежит много обязанностей. Нужно не только встретить и пропустить людей, но и следить за порядком в гардеробе, а главное не забывать вовремя подавать звонки. Для одного человека времени на выполнение всех этих задач не хватает. А потому программатор школьных звонков, над которым трудились преподаватель средней школы номер 13 Александр Агиевиц и ученик Константин Лопушко, создавался с целью упростить работу. Правда, на создание такого ноу-хау потребовался не один год. Константин, соавтор проекта, за это время успел поступить в политехнический колледж, но не прекращал работать над программатором. Как итог, получилось простое и очень удобное изобретение. У нас получилась довольно простая система управления звонками. Она состоит из программированного устройства, которое можно программировать семью днями недель и в любое время. Устройство, по сути, очень простое. Состоит из общедоступных деталей. В случае экстренных ситуаций или изменения в расписании звонков, в звонке предусмотрена ручная подача звонков. Это довольно легко сделать. Просто отключается автоматика и вручную нажимается кнопка. Большой плюс, что если он ломается, заменить детали очень просто. В любом магазине они есть. Во-вторых, вахтер освобожден от подачи школьных звонков на уроки с урока, и процесс идет сам, независимо уже от вахтера. А она может больше обращать внимание на пропускную систему. Каждое изобретение требует регистрации, а потому авторы проекта обратились в Национальный центр интеллектуальной собственности и получили патент на полезную модель, что добавило мотивации совершенствовать школу и дальше. А на смену выпускнику Косте Лопушко пришли новые изобретатели. У учащихся есть возможность посещать занятия по робототехнике и прокачивать свои знания в написании программ. Валерий Володько посещает эти занятия без пропуска вот уже третий год. За это время он успел накопить похвальные отзывы и призовые места с различных конкурсов. Сейчас я сделал такого робота. Она называется мышеловка. Когда что-то проходит, то она издает звук. Тут еще есть программный блок, который зачитывает программу, когда что-то попадает в диапазон зрения. Одна из задач, которой придерживается администрация средней школы номер 13, совершенствовать и наполнять техническую базу школы, чтобы у ребят была возможность обучаться робототехнике и программированию с ранних лет. Все учащиеся нашей школы могут реализовать свои возможности через посещение STEM-центра, который был создан два года назад по инициативе Ассоциации образования для будущего и IT-компании Минской Work Fusion System. Они оказали нам безвозмездную спонсорскую помощь в размере около 12 тысяч белорусских рублей, приобрели нам 12 планшетов для занятий, а также 10 наборов Lego V2.0. И мы с этого года начали в начальной школе проводить объединение по интересам. Работа техника помогает школьникам на практике прокачать физику, увидеть результат написанной программы, проявить инженерное качество и создать свой собственный проект. А главное, может подтолкнуть к выбору дальнейшей профессии. Ирина Кузьмича, Дарт Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Абук-ТВ.